Он смог прибыть в Москву. Ну, Рамазан Рамазанов вывел. Да, и поэтому Рамазан Рамазанов его вывел. Это наш друг, который помогал тренироваться тоже Сулейману в свое время. Кстати, Рамазан сейчас уже не действующий боец. Он находится при должности в Дагестане. Он выиграл все, что можно уже для себя. Да, в тайском боксе. Это супер чемпион, восьмикрат чемпион мира, напомню. И такие крутые бои на файтнайз закатал. Ну и плюс Мурат Магомедов, брат Сулеймана Магомедова, двоюродный, выводит его в ринг сейчас. И вот начинает, как всегда, Сулейман с своего любимого типа в туловище и в голову. Тут же, на бюро, естественно, очень жестко пробивает справа и хайкик под руку. Точнее, извиняюсь, миттл кик. Что касаемо Славянца, чемпион Европы по муэйтай. И, конечно, под соперника уровня чемпиона мира, Сулейман Магомедов, как раз чемпион мира, раздел K1. Это, прямо скажем, испытание для славянского бойца. Вне всякого сомнения. Еще вам скажу, что я спросил у Сулеймана, вчера по телефону разговаривали, долго достаточно. Я говорю, как готов, если по пятибалльной шкале? Он говорит, да готов на три балла. Ох ты. Он скромный парень, ну и плюс себя, видимо, он настолько четко оценит. Напомню, что это заслуженный мастер спорта страны. Двукратный чемпион мира, чемпион Европы, владелец Кубка мира по K1. И еще трехкратный чемпион мира по K1 посреди профессионалов в трех версиях. Пропускает на встречу сейчас справа Сулейман через руку. И сам все делает то, что он умеет делать. Кстати, излюбленная его работа в двухстойках, леша-правша, туловище и голова. Он бьет причем по всем этажам. Как и нижний, средний, так и верхний использует. Кстати, тоже редкий боец. Но очень интеллектуального плана боец. Смотрите, по туловище справа. Показал симптом. И еще раз справа с ноги. Сразу длинный, хороший такой удар. Очень разнообразный. И очень тяжело против Сулеймана любому действующему бойцу K1 сопротивляться и состязаться. Это однозначно я могу вам сказать. Напомню, когда Владимир Минеев часто стоял в парах с Сулейманом Магомедовым. Достаточно сложно ему работало с ним в парах. И сам Володя отмечал, что очень трудно подобраться к Сулейману. Прекрасно. Тепло и прямо вообще чудесно. И техника великолепная у Сулеймана. Очень красиво работает. Вы знаете, такая довольно текущая работа, когда он подбирает дистанцию. Сейчас смотрю, как он перемещается. Справа пропускает. Не знаю, чья это выручка. Но он когда подходит на ногах, обычно когда подходит, у него перемещение, они скрадываются. Да-да, есть. И он бам уже на своей дистанции. Откуда он там получился? Это надо очень внимательно смотреть. Ну, Розун, там он учен мир. Да, это школа Абдул-Насара Меджидова, конечно. Ну и второе, это его индивидуальные качества. Это 100%. Вы правы, Дмитрий, у него здесь есть очень некие... яркие, уникальные возможности, которые вот Сулейман раз за разом проявляет в боях. Вот он набрал реконс, благодаря всей нашей команде 13-0. То есть, на прослуженном списке его ноль поражений. И идет очень так, кстати, здорово. И что мне нравится в этом бойце? Он настолько разнообразный, что каждый его соперник начинает теряться от того, что он может сейчас удивить и преподнести сюрприз. С того или иного ударного приема, показав одну историю, он тут же может продемонстрировать совсем иную. И под разными углами нанести удар, и нанести и бэклэст, и колено, и нога, и все в разные уровни. Это, конечно, редкий спортсмен и редкий боец. Ну, он не на каутер, Дмитрий. Ну, у любителей это часто явление на сопняке, так называемое. Когда вот он сопит, 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 и по очкам его перебить почти невозможно. Он по тебе примитивно больше попадет. Вот в любителях это, кстати, довольно неприятно. Очень неприятно. Ну, и в профессионалах-то Сулейман ронял своих соперников с ног и с коленей. Протяга, не на каутер. Да, с ног и с коленей, но ни разу не удалось это сделать с руки. А, о как. То есть, по печени, по голове попадали ногами. Да, и причем он однажды вообще нокультировал чемпиона мира по тайскому боксу Попова, одного из братьев в селезенку, в голени. Ну, как. Редкий нокаут. Да, пожалуй. Плоский такой удар. Да, редкий нокаут. Даже на моем опыте я дважды делился с ребенка нокаут. Да, ничего себе. Ну, да, это вообще редкая штука. Что касаемо Фабиана, это, опять, это нормальный европейский уровень вполне себе. А такой бодрый, главное, перед началом турнира, он здесь тоже ходил, осмотрел файт-карту. Я на него смотрю, он такой, да, да, третий бой, говорит, будет очень хороший. Смотрит. На русском языке работает. Да, на русском языке, он говорит по-русски. Так что, говорит, все будет хорошо, бой, говорит, обещаю, что будет интересно. Ну, действительно, пока обещание сдерживает вполне себе. Ну, Алишка пришел, обратите внимание, справа 90. Как только сразу он приходит, знаете, как вы говорили про Франца Бекенбора, как только Франц Бекенбор входил в кабинет, словно восходило солнце. И вот так же Али Багудинов заходит в зал, и сразу же все улыбаются. Не, ну вот. И позитивно, позитивно становятся. Ну, вполне себе, Али очень такой светлый. Али очень светлый, и позитивный, и достойный воин. Область паха был удар, и... Ну, как замечание дать. Ну, что, Денис, темно, скажешь, что... Ну, пока, да, пока без занесения в печень, я в смысле, в личное дело. О, с коленой, это вот любимая Салемана, да, да, любимая работа, на самом деле. Но вот тут же очень много Сулейман пропускает с рук ненужных ударов. Очень прямых, понятно. Единственное, продолжать не нравится в нашем бойце. Ну, и плюс, конечно, его вот эти уникальные ноги в разном уровне, которые, как я говорил, вы представляете, что он делает. Это разнообразие. Колено навстречу. Это Сулеймановское оружие. Колено навстречу. Он может... О, вы представляете, перевод на печень с левой руки. Вот у него левая рука, ничего интересного. Здесь сам пропускает справа, жестко достаточно пропускает Сулейман. Сулейман и попадает правый хоккейк в толще. А помните такого бойца Павла Туру, которого мы с вами не раз комментировали? Белорусский, очень известный чемпион мира. Что ты видел? Павла Туру, который с Александром Слицюренко дрался в свое время на файтнайте, который в Латвии был в Риге. И вот Павла как раз с колена вот так навстречу убрал. Не убрал, но хороший нокдаун был. Сейчас Сулейман начинает опять пропускать вас заразным ударами руками. Эти удары, которые вылетают от Марьяна, они точно прилетают. Я не понимаю, что с ним говорится постоянно. Что эта капа вылетает, а я так понимаю, что такое ощущение, что как будто не его капа. Я вообще впервые вижу эту капу. А Сулейман у такого плана парень, он может взять капу вот здесь прямо на дорожку. Да, вот такой неорганизованный человек. Вот что называется в сушке тренера Булбул. Когда Булласыр рядом, про себя я не буду говорить, а Булласыр когда рядом, это, конечно, все системно происходит. И контроль постоянен. А сейчас он, видите, без своего тренера. Сулейман очень энергозатратно работает так. Очень много действий, очень много ударов, особенно ногами крайними, мы знаем. Они затрачивают большие силы, нежели работают руками. Но вы знаете, во втором уже существенно все-таки Фабиан подсел, насколько вижу. Почти перестал это карать. То есть все это сваливается к тому, чтобы блокировать атаку, дальше зайти в клинч и каким-то образом вот... Вы еще правы, в чем, Дмитрий, действительно подсел. И мне думается, что это вот те самые огромные количества ударов по туловищу, которые Сулейман наносит с рук. И здесь опять с хлопком в селезенку туда рукой. Да, да, это все очень... И опять клинч. Теряет силы Марианна от тех, пропущенных ударов в туловище. А мои головы у него совершенно изумительно. Что по красоте, что по технике. Правильно вынесено. Вот видно, сколько человек драконил. Дракон, не скажешь, в зале этот удар. Подняли колено, вынесли. Подняли колено, вынесли, 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 вынесли. И здесь вот эта скорость вынеса, она у нее совершенно фантастическая получается. Ну и, конечно, можно сказать, Дмитрий, что пытаюсь я уже где-то года полтора каким-то образом интегрировать Сулеймана в море на 86 кг. Но пока не получается, пока не получается. На 86 кг, Максим? Да. У него какие-то его и весы есть. 86 кг. А вы не думаете, что ему неплохо бы... Где чемпионом является как раз Артем Левин. Наш прекрасный боец, но не думается, что... Я говорю, Максим, вы не считаете, что ему неплохо бы... Опусить вес, да. Ну, там есть 77 кг следующий вес, где как раз Александр Стоцуренко выступает наш другой уже боец. Но, вы знаете, не сможете это сделать вес никогда, конечно. Я сам признался Сулейман. Почему? Ну, есть какие-то уже нюансы. Он плюс рост метр девяносто один. Ну, высокий, да. Если мы видим, он очень сухой даже при этом росте. Там одни бедра, по факту. Да, и там не с чего гонять. Вот простой ответ, на самом деле, Дмитрий. Он не спустится, потому что Конституция ему не позволит соревноваться. Не позволит, да. Да, однозначно. Но есть нюанс. Вот я вижу сейчас опять бой Сулеймана. Давно мы не встречались лично. Он живет, естественно, в Махачкале, в Дагестане. И видимся редко. Знаете, нет прогресса явного. Ну, логично. Это первое, да. А второе, вот все-таки для профессионала нужно иметь другую мощь в ударе. Я искренне полагаю так. И если мы говорим о топе на данный момент в К1, что существует, это Глория. Там нужно быть намного жестче. Сульман, пока этого нет все игровая манера. Объективная реальность, Максим, это, я думаю, что в плане ударки-то вы знаете куда лучше, нежели многие. То, что без удара, в принципе, тяжелее, чем 84, в принципе, особо делать нечего. Не потому, что плохое, но хорошее. Потому что человек-то может рубануть, а ты его нет. Вот и все. Да, и удара нет, все равно, у Сулеймана. И все очень достаточно уже... Особенно, если его начнут изучать, там все однообразно. У Сулеймана это жесткая работа коленями навстречу. Ну а что сейчас угол? Здесь надо такая работа, это опять капа. Вот знаете, Дмитрий, я действительно не видел этой капы никогда у Сулеймана Магомеда. То есть зеленой капы никогда у него не было. Я даже не исключаю, что ему дали вот прям перед боем непосредственно. Ну, если с точки зрения организации, там... Но она уже четвертый или пятый раз у него вылетает, это странно. Но явно, да, не подогненно по челюсти. Вот, навстречу опять его тип, голову терпит все. Марьян, напропускался, конечно, огромное количество ударов. Боец из Словакии. Словении. Ну, Словении, извиняюсь, да, боец из Словении. Терпеливый, терпеливый, выносливый. Ну, а Сулейман по очкам, по очкам выигрывает, как говорят, знаете. В том анекдоте, по очкам. Вот в профессиональный поединок это никак не входит, вы знаете. Не идет эта картинка. Нужно бить жестко, нужно бить тяжело. Вот левый сбоку попадает точно, казалось бы, но Марьяна даже не ведет. Вот иногда, когда смотришь на разных спортсменов, причем довольно высокого уровня, а почему нет, почему его в топах не присутствует? И все равно вот что-то есть. Топ уровень все равно диктует определенную штуку. Там, где по любителям ты действительно выиграешь, без каких-либо вариантов, это бой в одну калитку. А без вариантов, действительно? Без каких-либо? Да, но при всем при этом в дальнейшем, в той же организации, то есть это до первого соперника, который тебя будет постоянно очень жестко встречать. Да, и причем будет бить очень тяжело. И опыт этого будет у этого парня тоже, как минимум, так же, как у тебя. Он сам пропускает ненужный удар, вот это мне больше всего чего-то беспокоит. В чем пропускает, он все... Простые удары с рук пропускаем. Простые. Знаете, сейчас кто вспомнился, мы с вами работали... И уже без сил сейчас. ...одного из этих бойцов, а есть такой боец замечательный, Кошкин Андрей. Из чемпиона мира по панкратилону. Вот у него, когда он с рук начинает засаживать комбинации, то есть это боец Амамэй. То есть у него вот каждый удар, в который он вкладывается. Но плотность очень тяжелая. Да, в ударке, в чистой ударке, в гикке таких намного больше. И я себе представлю... Ну, пытаешься немножко экстраполировать данные... Сейчас, смотрите, эпизод, какой происходит, Дмитрий. И Сиденко пригружает, но слишком много клинча. Что вы постоянно обнимаетесь и клинчеваете. Денис опытный, а ведь... Опять лоу-кик жесткий, точный насыщий. Но все это такие очковая работа. Еще вы знаете, Дмитрий, я понимаю, почему Сулейман сказал, что он на три балла готов. Очень устал уже в конце второго раунда. Когда он так вот тяжело дышит, и как он себя ведет по ходу боя. Я-то его знаю наизусть, поэтому такие уже уверенные тезисы я выдаю по нему, по итогу. Ну, конечно, видно, что это действительно три балла готов Сулейман. Ну, резюме, бой выигран, сопернику он не дал работать, да. Выиграл, да. Вопросы есть по бою, вопрос по бою конкретно нет. По готовности и по, скажем так, дальнейшему движению здесь, что сам Сулейман Магомедов будет решать. Потому что... Три раунда пролетело уже, да? Да. Вы знаете, мне показалось два даже. Ну, маску по бою кондевают. Настолько эмоции иногда заполняет. Во втором уже работа, вот та самая работа на классе. Преимущество хорошего, правильного любителя, который хорошо раскладывает в том числе свои силы. Он разложил эти силы на три раунда, доработал. Я не могу сказать, что Сулейман Магомедов не устал, но я не могу сказать, что он встал. Да, он не встал. Он не встал. Ну, он не встал. Ну, чуть-чуть задышал. Чуть-чуть задышал. Это нормально. Разогрелся. Если вы помните, вы как раз комментируете его в Новосибирске, там он вообще чуть не умер. Помните, который тяжелый. Босс, я нашим нитил спать, чем учеником Реме Банянский. Четырех раундов. Ну, есть куда расти, Дмитрий. Есть куда расти и очень-очень много слабых сторон. Поэтому. Знаете, Максим, мы с вами как-то эту тему даже, я помню, поднимали. Есть люди, которым профессионалы не надо. А может быть и таким образом. Это спортсмены, это тренеры решают сами для себя, но такой процент людей, он всегда присутствует. Хотя уже 14-0. Мы прекрасны. Хотя 14-0, хотя блестящие данные, блестящие данные. Огромное количество титулов, по-моему, все практически, которые существуют. Ну что, Европа-мир, все собрал. Все есть. И любить любих профессионалов. И без поражений, 7 лет. Или надо пересматривать именно систему подготовки. Надо ставить тяжелую подачу. А это адрес совершенно крут. Просто адрес. С победой. С победой уверенный, конечно же, но Сулейману хочется пожелать дальнейшие, огромнейшие работы, если мы хотим все вместе драться на более высоком топовом уровне в К1 в Глории. Спасибо. 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 И тогда, давайте, когда встречайте, наши гости, световое шоу Альфа Домино. Субтитры создавал DimaTorzok